Короче, разгружаясь, не знаю, фермерством это назвать сложно. Что-то ландскепинг, то есть ландшафтный дизайн, что ли, с этим погрузчиком на гусеницах. Гараж, заправка своей, Volkswagen плавающий. Короче, какие-то дорожники, потому что у нас асфальтовая машина, что ли, лечает. Грейзер. Разгружаемся. Чудочек. Следующая загрузка уже не успевает. Завтра на утро поедем на State New York. А это у нас Техас. Везде так хвоя, очень прикольно. Хвоя, если с ухоженным газоном, елки-то вообще просто супер смотрится. Так-то вон, никто там сено, стоит погрузчик с рулонами. Прикольно. Так что сегодня поедем к выгрузке и там рядом утрак сна. Все это завтра. Фолькс. Давненько, видать, он здесь. Свеженький. Что значит Техас, ржавчины вообще почти нет. Амфибия. Кто-то под ним живет. Утренний тракстап. Люди просыпаются. Машины заводят. У кого-то были заведенные. Кто-то уже уехал. Люблю утро. Моя ласточка. Прогревается. Вчера вечером обход делал, колеса качнул. Так что нормально все должно быть. Все. Сейчас попрем. Сейчас попрем на... Здесь, сейчас я в Техасе, на Луизиану. 100 миль отсюда. Сейчас небольшим. Загрузимся. Под завязочку. И попрем на Нью-Йорк. В Апстейд. В самую дальнюю сторону. На границе с Коннектикутом. Ой. 1400 миль с чем-то. Попа. Все. Заезжаем из Техаса. Короче. Граница... Боизиану. Прикольное зрелище. Из леса выезжаешь. Тут особенная дамба такая. В туман выезжаешь. Вода. Вода. Но тут холодно. Вам надо будет смотреть. Нет. Вот что-то нормально. В холодной полно. Вода и вода. Почему? Вода и вода. Общая. Вода. Луизиана. Из Тексас. Войных деревьев, лесов много. Алабама. Очень симпатично. Я люблю хвою. Когда солнце, свет падает классно. Луизиана. По природе прикольный штат. Озера какие-то, болота тут. Такой влажный, правда, климат. Летом. Прокодилы. На основном черный штат. На процент черный живот. Белый. Так. Сейчас идет дождь. Морость такая-то посильнее того. Перестанет. Осталось там 41 миль. Какую-то ферму будем грузить. Балку фермы. Значит там конкретно будет груз по завязку. Посмотрим. И поедем на Нью-Йорк. Туда. На границе с Канальтиком. 1400 миль. Все. Короче, посадили меня. Сказали, нужно видео посмотреть. Сейфти видео. Приехал на компанию. Сидим, как в кинотеатре, тут на порче. Природа такая классная. Природа такая классная. Природа. У知道 субтитров. Вот. У bandeетет расскажется намного Como Тарп Мой Center. Мы наảng Fame Тарп Мой. Как д intend crucial. Как faire скинуть на Repechка Мой Аden help, не нужно работать 4-пс или больше на земле самое важное для панели для панели не нужно на поверхности их лодки вы должны быть вязанкой и вы должны быть вязанкой если вы работаете 4-пс или больше на земле все наши лодеры готовы с радио пожалуйста, оставьте ваша радио на канал 2 чтобы вы можете общаться с лодерами нет, я не имею ввиду с радио если у вас есть проблемы или нужна помощь и помните, никто не позволит использовать телефон во время операции автомобиля смокирование позволено в моем машине пожалуйста, не бросай сигареты на земле курить только в кабине нельзя кидать бычки вот я сейчас здесь сижу у меня визит огород и Продолжение следует... 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 короче пока стою уже три часа жду блин смотрю валяется там стрепа здесь мусор тут все как обычно вот сейчас я нарежу попытаюсь моим ножичком кухонным на подкладке чтобы не протирала стрепы хорошие на каких-то острых углах короче подложки такие сейчас не нарежу сколько получится чтобы было все будет там счастье вот ну вот и все 5 прокладочек подкладочек как хотите есть нормально будем беречь стрепы протиров порезов от нежелательных поверхностей положим стороночку пусть лежат то есть тут некоторые стрепки уже старенькие тоже и которые уже тоже подношены нежелательные скажем так стоим ждем сказал сходил спросил она плечами пожимает я не знаю говорит что там происходит это горит обычное дело личное дело все ладно будем дальше ждать короче если у вас под рукой есть ножик и напильник а ножик тупой а наточить надо то наточить его напильником и все хорошо точится желательно плоский конечно но если ничего нет так и круглый сойдет без проблем сейчас продемонстрируем вот вроде заехали наконец-то прождала я четыре с половиной часа все едем вот такую будем штуку скорее всего грузить в пачках дерево ну балки эти перекрытие дома из чего строят так думаю не знаю сейчас посмотрим вот все едем здесь такой лесочек вот на сваях лежат и на сваях и на шпалах укладывают блин вес впритык не знаю все посмотрим может написали что впритык вот смотрим как по факту будет будем смотреть по по давлению на подушке а на прицепе у меня нету весов так что у них здесь есть весы посмотрим только гемор в чем что тарпу сначала кидаешь потом так по моему на весы заезжаешь но сейчас посмотрим чтобы если что можно перегрузить чтоб груз назад сместить или больше вперед для правильной развесовки ладно все на связи вот лоудер стоит на на меня ждет все показал ему листочек головой показал пальцем сейчас сейчас он поймет где какой материал и будет меня грузить я думаю все так я мельком показал чтобы он меня не распогонял здесь с моими видосиками все он махнул заехай за ним все серьезно А я вышел Там и убрал тарпы Убрал Цепь с досок Там три 2x4 у меня лежало Фоба-фо Я их разложил Он подъехал Я хопа бежал, он такой, стоп Стой, типа, сам вышел Все, ремешочек у него отстегнулся И вышел Сам начал все это там поправлять И пойди в кабину Ну, в принципе, там в этих говорилось В сейфте, который я смотрел видео Там говорил, что в кабине я сидел Ну, вот как бы это Собственно, все по правилам Он сам там досточки подставляет Какие надо Он меряет уже Надеюсь, разрисовка будет нормальной Потому что Судя по документам Лоуд вообще впритык 48194 Трейлер у меня 48 фит Flatbed Посмотрим Посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok